Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Французский живописец и рисовальщик Николас Ларджильер. Ларджильер был крещён в церкви Сент-Бартельми в Париже 10 октября 1656 года, сын шляпного торговца. Его семья переехала в Антверпен, когда Ларджильеру было около трёх лет. После поиски в Лондон отец отдал его ученики фламандскому художнику Антону Губау. В возрасте 18 лет он снова отправился в Англию, где сэр Питер Лелли подружился с ним и нанял его на четыре года в Виндзор. Находясь там, Ларджильер работал под руководством итальянского художника Антонио Верио. Одна картина привлекла внимание Карла II, который хотел оставить его у себя на службе. Но не получилось. Ларджильер уехал в Париж, где был хорошо принят публикой как художник. За дня на трон в 1685 году Яков II попросил Ларджильера вернуться в Англию. Яков II предложил должность хранителя королевских коллекций, но тот отказался. Во время короткого пребывания в Лондоне он написал портреты короля, королевы Марии Моденской и принцу Эльского, Джеймса Фрэнсиса Эдварда Стюарта. Три портрета принца, написанные Ларджильером в Молдисе, должны быть были выполнены в Париже, когда он вернулся незадолго до марта 1686 года. В этом году написал портрет художника Шарля Лебрена для вступления в Королевскую академию живописи и скульптуры. На этом портрете также был изображен Лебрюн, в то время председатель академии. Лебрюн, впечатленный портретом Ларджильера, принял его в академии. В 1690 году французская академия задокументировала Ларджильера как исторического живописца, что было заметным художественным направлением академии. В 1694 году создал многофигурную картину, которая выставлена Сен-Этьен, Дюмо. Стал директором академии в 1738 году и оставался на этом посту до 1742 года, то есть около четырех лет. Ближе к концу своей жизни Ларджильер написал повторение анонимных мужских портретов в парижской знати. Примерно в 1715 написал этюд о различных типах рук, которые в настоящее время находятся в Лугле. Написал свой автопортрет последний в 1725 году. В 1743 был назначен канцлером французской академии. Скончался 20 марта 1746 года в возрасте 89 лет. Жан-Батист Удри и Якоб Ван Шуппин, ученик и племянник Ларджильера, соответственно, также были художники эпохи Рококо. Вот так вкратце, из переводной википедии о французском живописце и рисовальщике Николас Ларджильер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.